всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы находимся на территории самого крутейшего отеля в крыму отеля мария сейчас посетим японский сад пройдемся по винному парку и посмотрим на всю эту красоту прошу вас поддержать ролик большим пальцем вверх если еще вдруг не подписаны на канал обязательно подпишитесь и не забывайте что в закрепленном комментарии ссылка на мой телеграм-канал где я публикую красивые пейзажи крыма который сам сфотографировал ну все погнали друзья прошу одну минуточку вашего внимания у вас я уверен у всех на телефонах установлено приложение телеграм так вот у меня в телеграме тоже есть свой канал где я делюсь фотографиями со своих путешествий по крыму если вам нравится пейзажи крыма если вам нравится его природа то обязательно зайдите в мой канал и посмотрите фотографии я уверен что вам понравится потому что нас уже 41000 и люди довольны поэтому я уверен что вам тоже друзья фоточки обязательно понравится как найти мой телеграм-канал спросите вы смотрите прям под этим видеороликом который вы сейчас смотрите спускаетесь вниз в комментарии и самый первый комментарий это будет ссылка на мой телеграм-канал кликайте на нее и все у вас открывается мой телеграм-канал где я публикую фотографии со своих походов по крыму жду всех тех кто любит крым всей душой как люблю его я ну а мы продолжаем наш видеоролик и забегаю наперед друзья сегодня будет очень красиво друзья я сегодня приехал сюда для того чтобы показать вам цветущую сакуру находимся мы в японском саде на территории отеля мрия сакура полностью сейчас расцвела посмотрите на эту красоту такие белые красивые нежные цветки какой здесь стоит аромату вы даже не представляете жаль его нельзя передать вам через камеру так на давайте прогуляемся по всему саду полюбуемся я хочу прямо сказать огромнейшее спасибо людям которые ухаживают здесь за территорией потому что она прекрасна других слов не подобрать друзья все чистенько все убрано все красиво ну рекомендую посетить так насчет цен вход в японский сад стоит сейчас 750 рублей вход винный парк стоит 300 рублей вот такие цены для тех кто хочет посетить я считаю что один раз жизни здесь точно стоит побывать посмотрите на сакуру друзья какая красота так здесь где-то еще должны быть сакуры с розовыми цветочками надеюсь что они не отцвели еще и что мы ими полюбуемся видите люди тоже приехали смотрят любуются делают фотографии все но японский сад прекрасен очень много деревья с цветущей сакурой здесь и водопады и куча растений к какой-то ботанический сад ой друзья аромат ну вообще не передается красота создали же такую красоту я кстати в прошлом году если вы вдруг то в первые смотрите мои видео даже два дня мне удалось отдохнуть в отеле мрия ролик с обзором номера у меня есть на канале можете его отыскать как тут шикарно я рад сюда снова вернуться весной и полюбоваться этой красотой после японского сада прогуляемся еще по самой территории отеля и потом пойдем уже в винный парк он тоже много крутейших локаций окно ну как вам друзья в этом году все расцвело намного раньше чем обычно на месяц раньше все цветы расцвели все деревья смотри еще ветерок дует нежно падает эти лепесточки с деревьев это так красиво так в крыму плюс 19 градусов я сейчас буду снимать свою кофту потому что я вот уже зажарился здесь так ну что выходим здесь должен быть должно быть озеро мостик и вид на гряду крымских гор взгляните друзья на фоне какие живописные скалы это фороский кант как же шикарно вот этот мостик часто по мостику пройдемся ведь здесь такие озера там он плавает рыбка этих карты декоративные так друзья на территории также вот я вижу персики расцвели но они уже цветают по чуть-чуть кстати мы сегодня после мари отправимся в бахчи сарай чтобы попасть на цветущие персиковые сады поэтому сегодня ролик такой получается в настоящий весенний со всеми цветущими растениями которые сейчас расцвели так друзья ну красная сакура вот она и она уже отсвела все уже не успели мы на цветение красной сакуры но ничего страшного там и белый сегодня хватит вот такие бонсай чеки растут уметь и вы оплатили билетик и можете здесь находиться буквально целый день я уверен что если вы здесь будете впервые то вам и дня не хватит чтобы обойти всю территорию прекрасное место так ну пойдемте зайдем на мостик дойдем до водопада он не водопад здесь проходят чайные церемонии вот в этом домике друзья если вдруг захотите чайку попить то вам сюда ухты какие рыбы здоровые будут совсем скоро расцветет глициния вот она здесь тоже будет друзья радовать вас ну рай райское место что здесь сказать как мне нравится территория этого отеля так еще какие-то цветы у нас тут я не знаю что это вы там в комментариях вы знаете название цветов конечно же нам тоже напишите вот этот мостик на набережной нужно спуститься сюда интересно как она после мега шторма пострадала или нет потому что волны прям сюда конкретные били в тот день а друзья вид с мостика также на территории есть парк называется dreamwood это парк аттракционов для детей вот детям там сто процентов понравится он вид на море мостика шикарный так ну пойдемте к водопаду так а что вот это цветет из такие пышные белые цветы неужели тоже сакура также здесь цветы как на яблони на какой-то огромного размера как вам показать вот смотрите нежно белые магнолия вот она она уже отцветает я вам недавно показал как она в ялте на набережной цветет пойдемте дальше так забыл название вот этих вот этого вот цветка друзья напомните пожалуйста в комментариях я помню мы его снимали в парке айвазовская там много и тоже таких цветов какая красота здесь тоже дерево магнолии и вот друзья водопад на территории здорово что здесь сказать вот такой друзья здесь водопадик в японском саду так ну пойдемте дальше это тоже сакура такой нежно-розовый цвет насчет отдыха в отеле конечно не каждый может себе его позволить ценник там огромный ну на сайте мри можете посмотреть друзья по ценам сильно не пугайтесь там есть и виллы за сколько за полмиллиона что ли в сутки рублей вот интересно кто в них отдыхает но я насколько знаю работникам сбербанка потому что мрия относится к сбербанку им дают путевки сюда на отдых какой-то там скидкой хорошей поэтому нужно устраиваться на бербанк чтобы получить путевку на отдых в мрию как сейчас люди фотографируются подождем здесь выставлены бонсайчики они очень долго кстати растут вот таких размеров так ну я предлагаю нам сейчас спуститься в сторону набережной посмотреть на саму набережную и потом уже от нее подниматься постепенно вверх по территории ведь слышит детские крики это на аттракционах красота а здесь такая же штучка стоит из которой вода бежит как в айвазовском так ну что друзья пойдемте на набережную мельком глянем сакура прекрасно здравствуйте но официально друзья фестиваль сакуры вот в марии проходит с 26 по 28 апреля в конце месяца на это время уже скорее всего скорее всего вся сакура уже цветет она уже почти цветает даже белая видите сколько лепестков на земле но зато будет проводиться интересные какие-то мероприятия пчелки жужжат воздухе витает аромат этот приятный не хочется уходить из этого японского сада вот если бы не снимать мне видеоролик где-то здесь сел на скамеечке и сидел бы наслаждался природой здешней окно с японского сада выход прямо на набережную здесь красота ну как вам описать все это я не знаю здесь никаких слов не хватит это нужно просто побывать увидеть все своими глазами до чего прекрасный сад и такая сакура здесь так а куда нам дальше пойти сухой пейзаж вечный сад называется здесь видите ходить нельзя все в таких линиях давайте по тропинке пройдемся смотрим на этот сад ну что друзья как вам территория мрии чуть сад в этот не упал так интересно дальше есть проход или нет потому что он уже внизу набережная начинать насколько я знаю проход прошлом году здесь был закрыт это можно он по нижней дорожке прогуляться сейчас посмотрим так и неужели выход открыли нет друзья к сожалению здесь нет прохода как оказалось просто тропинка ведет вдоль 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 и обратно в парк кстати вот она розовая сакура здесь еще цветет ой здесь людей никого нету вот здесь прямо розовые такие цветы вот это спускался может нам спуститься ладно не будем по клубам топтаться пойдемте на официальный выход чтобы спуститься на набережную тыс можно было бы и здесь сойти но не хочу потому что люди столько сил потратили на благоустройство этой территории и ходить по газонам но это просто неуважение к их работе будет вот такие розовые цветочки вот так нужно все территории в крыму облагородить представляете как бы тогда изменился крым если все территории выглядели вот так конечно здесь нужно на сотня человек чтобы за этим следить только на вот этот парк мне кажется даже больше здесь людей которые следят за ним потому что вырастить дерево и потом еще его поддерживать чтобы она не засохла чтоб с ним ничего не случилось не заболела это очень очень колоссальные силы сюда вложены ну все мы на набережной отеля мудре пойдемте смотреть конечно после мега шторма тогда досталось всем набережным так ну пока каких-то там разрушений я не вижу и вижу вон там работают краны но там строится яхтенная марина возможно она немного и пострадала в то время когда был мега шторм но сама набережная плитка как она была уложена так и уложена все целое пляжи вот они все функционируют он даже люди купаются загорают на шезлонгах мы сейчас тоже спустимся вниз посмотрим на водицу поближе вам покажу пляже так насчет пойдемте посмотрим по ну вот единственное что пальмы листочки пока маленький но это друзья была зима они на зиму всегда отмирают а потом уже весной летом листья снова вырастают на пальмах так здесь расположены кафе рестораны бары кстати здесь тогда впервые когда приезжали с блогерами получаете нас приглашали два дня жил вот в этой кафешке пытались тогда но пальмы здесь конечно необычно некие-то высокие толстые посмотрите как смотрятся очень красиво как ему их удалось вырастить прям возле моря на берегу тем более в крымском климате хотя здесь южный берег крыма здесь как раз климат для пальм это нас судаке будет сложно вот такую пальму вырастить здесь думаю климат прям идеально для них подходит так сейчас найдем спуск спустимся поближе к морю ну что сказать красотень набережная в мрии конечно шикарная она небольшая но она прям видно что сделана на совесть вот нужно брать пример с марией и везде вот такие набережные строить ну с разным дизайном но вообще вот такие конкретные прям которые простоят века с качественных материалов так ну дизайн что смотрите что пострадал это клумбы которые вокруг пальм идут насколько я помню там раньше росли какие-то цветы но если там не память не изменяет чтобы понимали волны доходили прямо вот сюда до набережной время мега шторма крымского но плитка все это как я вижу выдержала принципе почти ничего здесь не изменилось все так же сейчас вот еще идет подготовка к курортному сезону некоторых участках я вот вижу тут что-то делают на самой территории где мне друзья тоже сейчас идет замена асфальта ну в общем хотя зачем его там было менять он и так был там мне кажется идеальный но будет еще лучше так ну что я предлагаю нам спуститься на пляж поближе к морю и посмотреть на море но сегодня спокойная практически идеальный штиль на море пойдемте смотреть все мы уже спустились на нижний уровень набережной взянул прекрасно все все красиво все достойно вот даже такие ощущения что мы где-то не в крыму находимся но это наш крым и я рад что вот такие вот есть территории у нас который можно попасть даже можно смотрите купить билетик приехать сюда и купаться на пляже по идее на этом в мрии просто билетик парк покупаете и все ну шикарно пальмы конечно очень радует меня так ну пойдемте где-то выйдем на бун посмотрим на море и потом уже отправимся в винный парк он тоже не менее красиво здесь еще вся территория она идеальная он друзья вверху на горизонте находится парящий мост он как раз и расположен на территории винного парка куда мы сейчас и отправимся но сначала посмотрим на море пляжики здесь конечно идеальные здесь такая мелкая галька как на меганоме в этой бухте к называется в гравиной бухте друзья вот такой здесь пляж водится ну просто чистейшая посмотрите на эту прозрачность воды какая красота какое сегодня море спокойная вода просто изумруд вот здесь кстати на уже прыгать можно потому что здесь глубина такая здоровая он строится яхтенная марина и вот вам биться со стороны моря получается шикарно почему-то все люди только на этом пляже загорают отдыхают остальные все пляжи пустые возможно им просто лень пройтись куда-то в сторону я не знаю но все пришли почему-то сюда да друзья пойдемте винный парк на вот этот вот парящий мост вон он вход винный парк есть прям с набережной это прям хорошо здесь растут вот такие деревья это рукари чилийская я не ошибаюсь названием вот она так а куда эти две тропинки просто давайте пойдем по этой на вроде повыше пальмы тут шикарно с нам вид сверху еще на набережную как раз откроется вот друзья эти инсталляции с муравьями но фотографии сто процентов в интернете где-нибудь видели должны были вам попадаться так еще одна раукария это дерево насколько я знаю очень медленно растет и вот такие размеры у него здесь большие прям вот друзья эти инсталляции такие огромные муравьи ползут прям по склону арт-объекты там вверху их тоже будет очень много различных так но отсюда вид уже вот там походу начали расширять набережную потому что смотрю дальше она будет еще продолжаться вон там видите вдалеке работает тоже техника и это прям новый участок набережной в прошлом году его не было они друзья не еще больше его сделали яхтеную марину прошлом году она сейчас покажу докуда вела июня разрушила штормом они ее просто еще продлили он видите второй кран где стоит вот прошлом году она только до туда вела сейчас они ее полностью закрывать вот такую бухточку чтобы здесь находились яхты во время шторма чтобы они не разбивались собственно говоря какой закуточек сделали так ну что вид сверху красота какое море сегодня шикарная погодка вообще замечательная среди какой вид друзья на горы открывается отсюда он уже облачка идут со стороны и петри так но пойдемте мы выходим получается прям под парящий мост вот он что же водопады инсталляции различные вот такая девушка с одуванчиком эту фотку я тоже кого-то видел вот такую с такого ракурса так ну и водопады здравствуйте спасибо большое спасибо так где наши подписчицы здесь уже встретили очень приятно видеть своих зрителей так почему-то все собрались возле этих водопадов поближе муравья посмотрю это же к водопаду отправимся вот такой друзья муравейчик он вылез до склона остальные нет на здесь на территории возле этого фонтана много вот таких скульптур с лягушками очень прикольных с некоторые из них вам покажу вот еще одна лягушка здесь можно пройти прям под водопадом как вот внутри типа пещеры что-то ой-ё-ё здесь воды много бежим ой друзья чтобы охладиться проходите вот здесь видите микро капли летают в воздухе и они прям охлаждают хорошенько прикольно сделали так ну нам нужно еще выше поднимаемся над водопадом получается ведь это же инсталляции такими людьми и мы попадаем в виноградники это виноградники отеля мария вот они друзья для того чтобы они смогли делать из них вино для своей винодельни вон сам отель сейчас обойдем весь парк потом отправимся так отелю там есть бассейн но и отель поближе вам собственно говоря покажу сверху смотреть с квадрокоптера он напоминает цветок вот он парящий мост давайте сначала пройдемся под ним он ведь такие такой зеркальный ощущение что вообще прозрачный когда вы так смотришь даже не видно что вы там мост идет вот он друзья я помню тут ребятки на нем прыгали в конце и он так потряхивался немного ну вы не прыгайте не проверяйте ух ты смотрите красиво в нем город зеркаливается слушайте прикольно весь вот этот горный хребет зеркаливается вот здесь на этом мосту очень красиво выглядит ну и сюда и рекомендую приходить на закат потому что солнце садится вон стой стороны со стороны балаклава уже и здесь просто потрясающие закаты солнца тоже друзья очень много растений кактусы пальмы агалы все это здесь высажено вот мостик так мы пойдемте наверх зайдем на этот мост так я надеюсь мы сегодня успеем в бахте сарай потому что нам нужно и еще отыскать цветущие персиковые сады какой-нибудь красивый сад то много садов на вот красивых там не много нужно постараться чтобы найти так ну молодцы душа радуется когда гуляешь по такой территории мне очень нравится так друзья вот ракурс этой стороны ведь он как будто прозрачный нереально так ну что сейчас зайдем на мостик вид с моста посмотрите все пойдемте пока как раз там нет людей на нем все разошлись и мы единственные будем сверху это как обычный мост но впервые когда здесь был когда подходишь концу за счет того что здесь перила вот эти боковые они и стекла сделаны ощущение что их вообще нету и прям краю подходить было страшновато но потом быстро привыкаешь и уже ничего не боишься вот такой мост в море и что же в конце видите сделали такой круг он тоже стекла прозрачный внизу там статуя стоит вот на такие круги тоже было наступать страшновато вдруг не выдержит стекло но друзья но крепкая поэтому не бойтесь там под вами пустота я вою все равно это испуг присутствует видите вот оно стекло его практически не видно и к краю подходишь ощущение такое что здесь нет никаких защитных стен так ну вид уже сверху вам показываю вот она вся набережная которая я смотрю в будущем станет еще больше потому что там видите ведутся работы вот этот фонтан возле которого были вот отель я сейчас нам предлагаю пройти до винного парка видите каменный столб стоит такой в нем наверху на самом верхнем этаже есть комната где проводится дегустация вина я в этой комнате тоже был вид оттуда потрясающе но сейчас я билетик туда к сожалению не купил мощь и друзья посмотреть мой прошлый видеоролик я показывал что там внутри находится там по лифту вас поднимает там всего одна комната потому что там несколько этажей по лестнице нужно пройти вы попадаете как раз в нее наверх и там уже любуетесь видами так если идти по вот этой аллее то мы выйдем на самую эту древнюю оливку самая древняя оливковое дерево которому более тысячи лет они его привезли если не ошибаюсь из израиля сюда в крым и она прижилось и радует сейчас посетителей ведь это оливковая аллея получается все вот эти деревья оливки сейчас зайдем в центр покажу вам самое древнее дерево вот такие у них молодые виноградники на территории можно было вокруг там по баба пойти там тоже есть небольшие инсталляции и красивая такая территория с цветами ну друзья у нас сегодня не так много времени поэтому все быстренько вам показываю потому что хочу отыскать сады цветущих персиков сегодня возможно даже к закату туда и попадем может и раньше но нужно успеть шикарно просто ну вот мы уже с вами подходим прям в центре этой аллеи растет это древнее дерево мимо вы точно не пройдете если будете гулять здесь утром вот в него упретесь друзья но и вы поймете по его масштабу по его объему ствола насколько она здоровее на вот обычной оливки какой толщины видите вот и вот это древняя оливка у этих деревьев не длинная корневая система за счет этого их можно легко транспортировать на дальние расстояния видно что на древние по самому дереву очень конечно красивая красота друзья так ладно смотри-ка них техника какая-то навороченная здесь которая обрабатывать или что она делает с виноградниками не знаю но а мы подходим вот к этому столбу так называемому за ним находится тоже озеро таком японском стиле она сделана это можно по центру озера пройтись по вот этим камешком он там вверху я вижу в комнате люди на дегустации но дегустация уже стоит отдельных денег поэтому если я особо не пью поэтому мне не хочется это и дегустировать те кто любит там выпить либо попробовать вино то можете смело брать дегустация ну и плюс столько времени сегодня к сожалению нет но следующий раз когда приедем в марию обязательно друзья возьму дегустацию и все сниму покажу вам будем дегустировать но если вам такое интересное не знаю в комментариях можете написать интересно ли вам дегустация вот здесь в этом месте если будет много положительных реакций комментариев что да нам интересно тогда придется снимать никуда уже не денусь все зависит от вас вот такая высота там конечно крутейшая смотровая площадка площадка ну и здесь уже видите люди тусуются все фотографируются возле этого шара металлического который все отзеркаливает но если вы были здесь друзья то вас точно отсюда есть фотография с этим шаром и кстати вот вход сейчас в этот винный парк стоит всего 300 рублей вообще недорого я считаю для такой территории поэтому обязательно посетите друзья где вы еще такое увидите да нигде больше очень ухоженная территория мне безумно нравится так но и вот за этим столбом расположена озеро там правда играет музычка друзья сейчас постараюсь и как-то обойти и пройтись по этому озеру показать вам но он видите там люди ходят тусуются отдыхают и наслаждаются такой природой так друзья отошел немного от музыки но она все равно здесь прям так громко играет но немного вам покажу вот такое озерцо идем с вами по вот таким круглым штучкам эти в таком японском стиле тоже выполнена очень прикольно особенно когда светит солнце получаются вот такие как назвать даже не знаю блестящие штучки короче от волны ну красота можно подняться и на второй этаж вот тут прогуляться по этому кольцу вокруг озера но уже сверху так и вот здесь снизу находится сам винный парк получается там где проходит и дегустация подвал где хранятся бутылочки с вином шампанским не знаю что это делать не было на дегустации никогда но в следующий раз обязательно посетим так еще разочек показываю вам и идем уже в сторону выхода друзья тут людям мешаем и фотографироваться давайте быстренько пройдем так можно так друзья но можно прогуляться пешком вот здесь и выйти можно чтобы вас отвез электрокар но я предлагаю нам наверное пройтись пешочком и попасть туда на выход шикарный парк вход всего 300 рублей недорого кто там будет писать что очень дорого друзья 300 рублей но сегодня не за может акции какие-то в нет друзья это выходной сегодня 300 рублей а в будни мне на рецепт решения сказать сейчас 100 рублей вход нужно было в будний день ехать за соточку вообще пройти и вот такой у них большой виноградник здесь на южных берегах крыма вот справа видите вот эти виллы вот они сдаются они очень дорого сдаются по полмиллиона может быть сутки цена за юного там у них и бассейн шикарный но и полностью домик вам получается принадлежит сам полмиллиона для меня конечно какие-то невообразимые суммы чтобы снять допустим хоть на три дня это сколько полтора миллиона три дня отдохнуть жесть но он сам отель там уже номера друзья расположены там конечно если сравнивать с этими виллами ценник адекватной уже номер в котором я там меня тогда поселили сколько же он стоил или 48 или 53 тысячи что-то в этих в этих пределах точно не вспомню сейчас но номера прикольные были со всеми естественно удобствами 5 звезд шикарно хотел бы конечно еще пару дней там пожить но таких наверно шансов у меня больше уже не будет но ничего страшного так за выход где выход и не знаю вниз либо вверх давайте пойдем по верхней дорожке здесь тоже электрокар едет низ это зеленительный здесь сад с плодовыми деревьями расположен но сейчас они видите только-только появляются цветы листочки у них таковом персиковый сад принципе можем возле него пройтись пойдемте друзья смотрите вид стороны вот видите тут небольшой персиковый сад но здесь уже персики отцвели слушайте может быть бахчисара их уже и нет там этих садов мощные тоже подсветали но хотя там же не так тепло как здесь на южном берегу поэтому возможно там они сейчас самом цвету стоят не знаю здесь уже вот листья у персиков цветочки пропали это похоже уже на яблоньку дерево все же в некоторых уголках глициния раз цвела друзья вот так она выглядит видите все в один месяц в этом году расцвело очень и очень это необычно наблюдать и не успеть все показать вам к сожалению ну что друзья на территорию отеля мария посмотрели на японский сад тоже надеюсь вам было интересно ну а мы едем дальше едем в сторону бахчи сарая чтобы отыскать цветущие персики посмотрим ханский дворец открылся ли он после реконструкции либо еще нет по дороге друзья нам встречается вот такой храм который расположился в горах над форосом когда едете по трассе он хорошо просматривается сейчас пойду покажу вам виды со смотровых площадок раз уж мы здесь и дальше у нас байдарские ворота так друзья но вид отсюда потрясающе открывается сам храм тоже очень красивый так выглядит супер так ну и сейчас будет невероятный вид готовы увидеть его такие смотровые шикарные просто вот друзья сидят старая севастопольская дорога получается мы четко по ней проехали на подъем если пойти туда в горы там расположен фаруасский кант у меня туда видеоролик есть мы вместе с крым газоместных прошлом году ходили там так мы пойдемте на основную смотровую тоже видите люди приехали на сегодня суббота все тоже по выезжали на прогулке субботнее так друзья нереально взгляните на этот вид сумасшедший внизу проходит вот на трасса ялта севастополь какая красота море так просматривается сегодня еще практически идеальный штиль смотрите на это море спокойно и как зеркало окно и пойдемте на эту сторону тоже посмотрим вид вот друзья очень красивая смотровая ну рекомендую по пути будете ехать приезжайте здесь очень красиво осенью потому что лес который внизу он становится желтым таким красным вот тогда круто осенью мы естественно сюда вернемся я думаю еще не один раз чтобы показать все эти красоты вам ну и здесь вот такая гора так ну все друзья отправляемся дальше сторону бахчи сарая ну что друзья мы все же отыскали персиковые сады в бахчи сарае это не реальная красота мне кажется цветут они даже покруче чем сакура посмотрите на этот насыщенный цвет и вот такой красивый здесь сад бахчи сарае здесь много садов поэтому нужно ездить смотреть и выбирать более-менее подходящие конечно здесь частная территория я проник через забор друзья только для того чтобы показать вам красивый персиковый сад видео не заросший бурьяном здесь красивые стройные ряды пышные деревья в общем все ради того чтобы порадовать вас красивым персиковым садом может сейчас мне еще и словит и на и штраф выпишут не знаю рискуем но что поделать кто еще будет вам показывать красоту весеннего крыма если не я нереально друзья так вид от первого лица обязательно который кто-то едет за мной друзья вы только посмотрите на эту красоту персиковый сад персики крымские самые самые вкусные самые сладкие но персики уже тоже по чуть-чуть начинают отсветать некоторые деревья но еще в основном стоят полностью цветы раскрылись взгляните на эту красоту друзья какая шикарная здесь природа видите сады идут вот такими рядами и радует нас весной этот сад еще не обрезан обычно как они зацветают веточки обрезают чтобы было больше персиков потом на них но мы успели в этом году и на персики успел вам показать так вот было бы интересно приехать в то время когда собирают урожай потому что я никогда не был в это время здесь в крыму хотела в крыму говорю на садах на эти хотелось бы посмотреть и показать вам если вдруг кто-то узнает когда будет собирать урожай обязательно сообщите чтобы я приехал и показал вам как это все происходит так друзья ну шикарно что здесь сказать вот такие они сады персиковые сегодня мы все успели посмотреть и марию японский сад и персики бакси сарае если вдруг сейчас успеем отправимся на белую скалу там вроде бы начинают расцветать дикие пионы я надеюсь что хоть пару штучек я вам смогу найти и показать ну что друзья долго наверное здесь тоже не будем задерживаться в принципе вы увидели как цветут персики в крыму я предлагаю нам уже выбираться ехать в сторону белой скалы потому что уже скоро начнет темнеть скоро будет закат а до пионов там еще прилично идти придется пешком в красную балку обычно они там расцветают первые но надеюсь что успеем если не успеем то ролик закончится если еще он идет значит не переключайтесь еще будет у нас сегодня пионы и белая скала все возвращаемся как же красиво весной в крыму любоваться цветением еще раз повторюсь в этом году все цветет буквально в один месяц что вы понимали раньше то можно как-то было определить цветение по месяцам какие дни там цветет в этом году же все в один месяц как зацвело все цветы все деревья я в общем в шоке очень теплая у нас была зима теплая весна и поэтому природа видите проснулась очень и очень рано обычно не так рано все бывает так ну все уходим пока сторожа нас не заметили очень и очень красиво вот это прям вообще насыщенный такой цвет у него ведь это молодые персики не нежно-розовым каким-то цветут вот этот видно персик уже такой старенький высокий он прям насыщенный у него цвет насыщенно розовый вот такая красота вот друзья идемте на выход с вами полюбовались немного хватит следующий раз пойдем на сбор персиков персиков к нужно прочитать в какое время их собирают убирают видите здесь ряды идут длинные такие и вот видите здесь уже и ряды эти обрезали видите веточки лежат тот ряд я был еще не обрезан пока поэтому успели вот очень такое красивое пышное дерево так еще у нас старом крыму есть персики там вообще очень старые деревья они прям такие фактурные там на них мало цветочков но сами деревья очень такие живописные я думаю что на днях посетим и старый крым я вам покажу можно сказать наши персиковые сады которые недалеко от судака расположены все погнали на белую скалу друзья мы уже переместились в белогорск вместо под названием красная балка именно здесь цветет большое количество пионов диких и нам сегодня повезло потому что первые пионы вот они уже распустились я сюда обязательно приеду дня через три-четыре когда они расцветут все чтобы сделать шикарных фотографий которые я опубликую себя в телеграм-канале ссылочка в самом первом комментарии под этим видеороликом заходите и ждите крутейших фотографий с пионами на закате еще хочу сделать фото с пионами на фоне звездного неба надеюсь что у меня все получится но сейчас покажу вам пионы поближе друзья нам сегодня очень повезло посмотрите на эту красоту это дикие пионы на белой скале видите распустились пока еще не все цветы и совсем маленькие только только начинается цветение диких пионов поэтому поторопитесь чтобы успеть и посмотреть все это своими глазами но я думаю что ни один блогер вам еще в этом году не показывал цветущие пионы дикие я думаю мы точно будем первые сегодня вот такая у нас красота обязательно сюда вернусь на днях чтобы поделать фотографии на закате солнца надеюсь что нибудь получится для календаря 2025 видите все в один месяц развело в крыму нереально все объездить поснимать но мы сегодня сделали очень огромный круг из судака поехали в марию по южной дороге южному берегу из мрии в бахчисарай из бахчисарай в белогорск из белогорска снова в судак вот такой круг дали давайте вот так еще вам покажу эту красоту крымскую ведь вот они расцветает по чуть-чуть но я считаю это прям большая удача вроде бы только-только вот снимали пионы а уже год пролетел и представляете целый год как быстро летит время вот мы снова любуемся этой красотой в крыму цветением диких пионов ну что друзья это конечно очень и очень красиво живописно но нам пора уже ехать я сегодня так устал вы не представляете но зато снял для вас очень интересно я думаю что красивый видеоролик надеюсь вам интересно сегодня было путешествовать со мной смотреть на все эти красоты сегодня и персики мы посмотрели цветущие и дикие пионы и что мы еще смотрели и сакуру цветущие самый такой цветущий ролик походу получился друзья я надеюсь вам сегодня интересно было путешествовать со мной обязательно поставьте свой большой палец вверх под этим видеороликом потому что мы столько проехали пол крыма чтобы показать вам его красоту не забывайте что в самом первом комментарии вот прям под этим видеороликом ссылочка на мой телеграм-канал где я опубликую фотографии со своих путешествий на днях я сюда вернусь чтобы пофотографировать пионы также их опубликую себя в телеграм-канале я их постараюсь запечатлится звездным небом будет очень очень красиво но жду вашу оценку в телеграм-канале что вы напишите в комментариях там ну а с вами был я александр михаленко из весеннего крыма всем пока